Мы продолжаем и сегодня у нас на разборе с предыдущих серий. Напоминаю, что у нас была планировка и она у нас была выполнена в дизайн студии. Планировка была такая, серию эту можно посмотреть ранее, она у нас на канале есть. И сегодня мы посмотрим уже более детально работу в 3D, то есть как была сделана визуализация, как она указана. В целом, сразу скажу, то есть идея, давайте я сейчас отключу, наверное, себя здесь, может быть даже буду лишний, да, немножечко. Давайте попробую как-нибудь, опа, ну вот давайте хоть так как-то сделаем, тоже в принципе нормально, да, мы и меня видим, лицо, чтобы что-то комментировал и видим одновременно то, что у нас творится здесь. Давайте посмотрим. Сразу скажу, то есть выглядит красиво, кстати, да, вот то, что у нас на планировке не было, здесь был пуфик, да, тут он появился. Здесь хорошо сделана очень сама вот эта вот поверхность, да, то есть она как бы таким боксиком сделана, это очень прикольно, да, хорошо. Но проблема остается в любом случае, здесь остается мало рабочей поверхности и маленькая комфорочка. Кстати, вот тут, по-моему, сделали все-таки барную стойку, я вот не вижу, вроде как да, если так, то это хорошо. Хорошо, но лучше ее сделать не как барную стойку, а все-таки как, ну, как бы поверхность, на которой можно приготовить, потому что здесь приготовить ничего, к сожалению, невозможно. Здесь я бы все-таки, наверное, сделал чуть повыше, хотя тут микроволновка, наверное, и больше будет пользоваться, окей, может быть и так. Хорошо. Идем к следующей картинке, ну, здесь речки эти появились, ну, опять же, вот тут видно, даже вот видно невооруженным взглядом, да, глазом, что тут у нас мало места. Здесь вот, ну, никак сюда не войдешь, вот сюда, поэтому вопрос, как сюда попадать. Что еще? Мне не нравится сочетание, всегда его старайтесь избегать, когда у вас одновременные и классика, и современные. Вот у нас какие-то филенки появляются, а-ля классические какие-то вот такие вот мотивы, узоры, и современные. Это всегда такое, как бы, дело, ну, немножко колхоз выдает, лучше так не делать. Вот, поэтому не совмещайте, либо первое, либо второе. Телевизор появился. А, все-таки стол, да, не барная стойка. Телевизор появился, ну, как, сидят люди, смотрят сюда, а эти сюда не смотрят. То есть телевизор тоже не на хорошем месте. Нужен он, не нужен, вообще не знаю. Если делать, я бы, наверное, вмонтировал куда-то поменьше, да, зачем он такой большой. Можно спокойно монтировать поменьше, и вот, например, сюда. Тогда его будет видно, в принципе, всем. Такое, как бы, нормальное решение. Так, черный экран был, вылетел у меня. Продолжаем. Телевизор, в общем, можно сюда добавить. Следующая тема. Вот, да, кстати, неплохая история. Вот то, что я говорил в теме про планировку, что можно вот такую сделать светящуюся, как бы, историю в санузел тоже можно. Ну, как бы, нормально. Не обязательно можно сделать, можно не делать. Просто это, если боитесь, там, что тяжело будет смотреться. Можно это замаскировать все отдельно каким-то декором. Я бы не делал вот эти вот рейки, ни к чему хорошему, как бы, особо они не ведут, ничего полезного особо не несут. Это тоже, как бы, ну, такая история. Не уверен, что там сильно красивая какая-то. Так. Ага, ну вот, она, в принципе, замаскирована. Можно было то, что вот я говорил, на планировке сделать как? Вот эту вот часть, например, всю, да, сделать какой-то декор. Ну, обои, не обои, можно сделать какой-то рисунок, да, что-то разбавить. Таким образом, у вас будет сильная большая поверхность, вот эта вот вся стена. И не надо вот эти вот дополнительно разделять как-то дверь. Если вы хотите делать ее какую-то скрытую, она, в принципе, сейчас скрытая, да, скрытого монтажа. Как раз я могу сделать такую, как бы, полускрытую. Это нормальная история. Вот рейки. Они просто мешатся у вас будут. То есть это на картинке она смотрится. Но на самом деле вы будете постоянно от них биться, и потом в итоге вы плечом ее как-нибудь сломаете, и все. Так, вот эти ракурсы по визуализатору, а я визуализатору, они не нужны. То есть тут как бы пытаются что-то сделать, лишние ракурсы какими-то. Как будто, знаете, как будто собака крадется или кошка идет. Вот высота кошки, либо трехлетнего ребенка. То есть такие ракурсы не нужны. Нужны нормальные ракурсы человеческие. И вот, наверное, позиционирование вот так вот достаточно. То же самое. Ну, как бы здесь еще как бы куда не шло. Вот эта вот штука, она как бы вообще не отсюда. Лучше ее выкинуть, убрать. То же сочетание. Смотрите, у вас здесь пол-пол-один, потом пол-второй. Тоже какая-то не очень хорошая история. Постарайтесь как можно не отделить. То есть вот что тут плохо. То, что разделено здесь один пол, какой-то ламинат, наверное. Ламинат никогда не стелите. Раскрашайте, это нормальный паркет. Лучше телевизор не купите, сделайте себе паркет. Ну, то есть реально, телевизор, он не нужен. Паркет сделайте, он будет гораздо лучше. Если тут не паркет, а если тут ламинат. И вот это вот соединение не нужно. Сделайте единое на все. Типа вот здесь он загадится. Ну да, загадится, ничего страшного. Сделайте его под маслом, покройте. Он загаженный будет лучше гораздо, чем вот эта вот вся история. Всегда его можно помыть, постирать. Короче, все будет нормально. Если совсем не в какую, да, можно сделать плитку. Но я бы сделал все равно что-то похожее. Если делаете здесь плитку, что тогда можно сделать? Тогда вот эту зону можно вообще какую-то, вообще всю вот эту зону наоборот отделить от основной квартиры. И сделать ее, не знаю, какой-нибудь специальной. Либо черной, либо синей. Ну что, тогда как будто тут какая-то капсула. Может быть здесь встроить даже в пол какой-то светильник, как бы отделяющий эту зону. То есть совсем, чтобы она была другая. То есть не только пол и стены. Стены у вас одинаковые, да, потолок одинаковый. Она вообще наоборот разная. Тогда можно как будто ты из такого коридора из капсулы выходишь. Тогда окей. Но я бы сделал на самом деле просто везде бы пол деревянный. И нормально, и хорошо. Ничего страшного, если что-то там случится. Так, шкаф. Ну, собственно, туда сложно будет залить. Мы об этом говорили. То есть я бы все-таки, наверное, вот здесь вот как-то... Хотя зеркало здесь прикольно смотрится. Вот этот угол, кстати, ну неплохо, да, интересно смотрится, нормально. Вот это тоже я не понимаю. Все как бы вниз-вверх. Надо нормальные ракурсы поставить, визуализатора попросить. И, значит, все будет хорошо. С человеческого вида просто вот такие вот... Вот как я сейчас вот здесь вот, вы видите, да, на изображении. Вот такие ракурсы надо. Горизонтальные, вертикальные получаются, а не горизонтальные. И будет окей. О-о-о-о, отлично. Появляются вот эти какие-то плашечки дополнительные. Не делайте классику современную. Делайте либо современную, либо классику. Плохо, когда какие-то вот эти вот профиля появляются и современная история. Вот представьте, я сейчас просто удалю, насколько лучше будет интерьер. То есть просто их удалить вообще. Вот просто удалите их и все, у вас будет цель. Это на визуализации кажется, что каждый блок надо забить. Да, и вот это тоже сюда не надо. На визуализации кажется, что нужно в каждый уголок чего-то поставить. Когда вы это все налепите, у вас будет такое мельтешение мелкое, не нужно этого делать. Я бы точно не делал. И диван у вас слишком громоздкий для такого интерьера. То есть он должен быть полегче на каких-то ножках, может быть, что-то более современное. При этом не менее удобное. То есть оно будет лучше смотреться. Что сзади делать? Сзади торшеры могут быть либо сверху какие-то свешены вот так, либо просто вот здесь вот где-то повешены. Так же, да, но вот где-то вот здесь. И здесь может быть какая-то либо картина одна большая, либо может быть большая какая-то стена вся каким-то узором. Либо вот у вас там какие-то с кухней сочетаются. Давайте сейчас покажу. С кухней у вас были вот какие-то вот такие вот панели. В принципе, какие-то панели тоже могут быть нормальными. То есть это такая история хорошая. Вот здесь вот вообще не в кассу идет. Современная и классика. Не надо так делать. И диван слишком такой какой-то. А, он раскладывается. Конечно, он раскладывается. Да, я сейчас вспомнил. Ну, как бы окей, ладно. Ну, тоже хладный диван может быть. Ну, вообще я против раскладного дивана. Я уже вам сказал. Так, здесь тоже получается. У вас вроде и классика, и современный. Я бы на что-то одно договорился. Либо вот это все-таки такой стиль. То есть он сам по себе окей. Либо это все-таки стиль современный. Ну, то есть тогда, наверное, вот это вот подходит. Мне вот не очень нравится то, что у вас разные еще оформления шкафов. То есть у вас вот здесь вот одни шкафы, а здесь вторые. То есть если делать одинаковые, а желательно, чтобы они были одинаковые. То есть вот эти ручки, да, они должны быть из этой модели как-то сделаны. Я не знаю, как тут, какая модель. Либо так же сверху, чтобы она была. Либо, например, да, либо точно так же могло быть сбоку. Кстати, было бы интересно смотрелось, если вот эти ручки вот так бы сбоку также были сделаны. Да, вот так вот. Вот, возможно, тогда у вас какой-то ритм уже дополнительный появляется. Вот эта дверь, она уж совсем впритык, как она будет смотреться. Она сдвижная, похоже, да. То есть у вас, по-моему, на чертежах, насколько я помню, она сделана не как сдвижная. Она сделана как бы, как вот такая, ну, как открывающаяся. Но вот здесь вот я вижу, что это сдвижная модель. Не знаю. И что плохо? Плохо то, что современные вот эти вот мотивы, да, нормальные, они сочетаются с классикой. То есть надо как бы, мне кажется, либо туда, либо туда. Для классики тут мало места. Я бы ее не, ну, вот эту вот симуляцию не делал. А вот это нормальная история. То есть возможность сюда что-то там из стекла применить, например, да, то есть обрамление. Оно, в принципе, как бы окей. Так, что еще? В общем, стиль нужно как-то подвыдержать. Вот светильники просто светящиеся сверху, это не очень хорошо. Вообще весь потолок, я так понимаю, у вас гипсокартоном зашит, тоже это не очень хорошо. Лучше... У вас площадь не так много, лучше оставлять воздушное пространство. И, ну, в крайнем случае здесь, например, сделать либо подвес какие-то, шины какие-то, например, да, и то будет лучше. И разместить их там, они будут туда-сюда светить, влево-вправо. Так вот можно. То есть, ну, так лучше будет. Если хочется зашить, да, так тоже можно, ну, в принципе. Но, как бы, жалко просто высоты. Также, если вы уже зашиваете, то светильники вот отсюда тоже сделайте, чтобы у вас шторы были подсвечены. И здесь, наверное, да, тоже, я не знаю, есть у вас нет, может быть у вас так и задумано, я просто пока здесь это не вижу. Вот. Возможно, если вы все-таки к современному склоняетесь, то я бы сделал... Ну, вот примерно такие какие-то решения, да. Причем вот это, что такое, еще какой-то свет. Ну, не уверен, что это надо. То есть, вообще вот эти светильники мало будут давать света, скорее всего. Скорее всего, все-таки будут вот эти вот светодиоды светить в разные места, просто дать вот эти пятна. И они будут... Отраженный свет будет, главное, чтобы не в глаза. Отраженный свет будет светить в разные места, допустим, да, и они будут освещать. Вот эта комната, кстати, покруче, да, она сделана, то есть поинтереснее. Здесь и диван, кстати, воздушный, и мебель, здесь все, как бы, прикольно. Вот. Карта, насколько она нужна? Ну, возможно, да, возможно, так она, конечно, смотрится немножко, что мне не нравится, то, что диван как бы смещён сейчас как бы в ту сторону. То есть сейчас, если по композиции вообще по всей смотреть, вот я сейчас зачерчу специально, то есть вот это вот как бы то, что чёрное такое массивное, да, оно сейчас кажется как будто туда упадёт, да, то есть если бы вот это у нас был камень, а тут бы были, был у нас весы, то кажется, что вот эта штука, она туда вся уйдёт. Соответственно, чтобы уравновесить, либо вот эти шкафы должны быть черные какие-то Вот я сейчас зарисовал, оно уже уравновешивается, например, черное Либо здесь что-то посветлее, к примеру Вот эта зона должна быть, допустим, белая, например, и кресло белое Тогда у нас уравновешивается Но все равно, в чем здесь проблема? В том, что центр у нас визуальный вот этот, а диван у нас не по центру То есть тут очень хочется, чтобы диван был по центру, просто визуально Либо тогда центр надо размазать, то есть не делать тогда центровку такую Наоборот, смещать куда-то То есть центр как будто делать вот здесь А эту часть тогда отдать под шкафы, либо что-то Ну то есть, опять же, сейчас, чтобы не говорили, что там я рисую что-то не то Я вам просто говорю идею по графическому оформлению По теме, скажем так, как бы как визуально это видно, где она там рисуется То есть визуально, да, вот я сейчас разукрашу вот эту часть То есть визуально вот эта часть там и вот эта Она может быть одной вот этой вот идеей, да, истории Вот так вот, да, чтобы она закрасилась Вот, а тогда центруем уже все вокруг этого С полом тут, конечно, возникнут вопросы Ну, наверное, да, кстати, такая тоже, может быть, идея нам не сильно подойдет Опять же, тогда смотрите как Сейчас еще раз давайте всем покажу, чтобы было понимание, в чем тут несоответствие В том, что вот эта часть, которая у нас, вот эта часть Она как бы, вот я ее зарисовал вот так вот сейчас Кажется, что она сваливается туда Вот это как бы не очень хорошо Вот, только и всего Вот, поэтому и диван, по сути, не по центру Диван, вот эта центральная история А диван смещен вот сюда Это не очень хорошо С этим тоже что-то лучше поделать В целом гамма хорошая Непонятно, кстати, откуда вот этот белый цвет взялся Его вроде нигде не было То есть логично, что он тут будет либо деревянный, как отдельное такое включение Либо какой-то серый И также, наверное, желательно, чтобы тут вот Если шкафы используются вот с такой ручкой, да, чтобы такие же шкафы были и здесь Также радиатор, да, с чего он белый Вот только вот тоже лучше тогда черным покрасить Чтобы все было черное И вот эти вот вставки тогда могут быть внутрь тоже Вот этот вот, кстати, откос сделан плохо Здесь вот, лучше такие откосы делать вот так Вот у вас подоконник И из подоконника выходит там, ну, на сколько-то там, на пару сантиметров Значит, какой-то, ну, другой материал Либо это доски, либо это металл Ну, что-то, да, вот отсюда Чтобы не было, что подходит один материал к другому Здесь один свет, здесь второй То вот здесь на стыке будет безобразие Лучше так не делать Так, ну ладно В целом здесь повеселее Хорошо, что этих плинтусов профилей нет А, ну вот, кстати, да, мы видим Ой, ну здесь тоже раскладка появляется Ну, желательно такие раскладки не делать Слишком много мельтешения Просто стену задекровировать И все будет нормально Не надо такие большие щели Лучше покрасить черным Вообще вот эту тему лучше там внутри черным покрасить И будет нормально Шкаф, ну да, шкаф может быть белый С этой стороны, кстати, нормально смотрится Только с той стороны получается, что диван не по госту размещен Да, слишком большие швы Лучше подуспокоить Так, ну это помещение мне больше нравится Да, оно как бы повеселее и поинтереснее Мне понятно, зачем вы одновременно и потолок упускаете И шины вешаете Лучше либо шины повесить, либо потолок упустить Вот от этих я бы отказался Они, как бы, мне кажется, не сильно нужны Вполне нормально отсвечивать вот этими светильниками И поставить их, чтобы они на стены светили И отраженного света будет более чем достаточно Так, дальше Ну тут тоже, как бы, мы смотрим с позиции кошки, наверное, да Кошка у нас так видит нашу ванную Ну, как бы, окей Здесь тоже, ну, как, ну, в принципе, нормально, да, зеркало Как бы ничего такого То есть много мельтешений Мне нравится, что тут много материалов разного цвета Значит, одна штука, вторая штука Соединение материала вот этого одного дерева Еще второго Почему бы просто тупо все дерево мне сделать Зачем вот это мельтешение Сделайте все одним деревом Много цветов То есть много всего, очень много всего И от этого какой-то... Ну, давайте посчитаем Один, два, три, четыре Четыре материала Зачем, если можно два сделать и кайфануть? То есть вот один Все остальное деревянное, например Либо все остальное вот такое Ну, три как минимум Четыре уже лишнее То есть совсем уже лишнее А вот, кстати, пять еще, пятый материал Вот он, столешница Шесть это этот самый... Белый, ну, белый цвет, ладно, окей Как бы допускается Вот Ну, поспокойнее, поменьше разных цветов И будет нормально Здесь тоже можно там белый какой-то сделать Я бы просто так подуспокоил чуть-чуть Более, чтобы стильно было Слишком Большая проблема, когда пытаются на маленькой площади Разместить как можно больше всего Может быть на визуализации кажется, что как бы Еще не до конца у нас получилось, да То есть хочется еще-еще добавить Но в реальности это все не нужно Это все будет мельтешение Так, ну, вроде все В целом-то неплохо Санузел мне не очень понравился Потому что много всего Вот эта зона, в принципе, как бы допустима С некоторыми корректировками Вот эта зона тоже окей Убрать только вот эти вот И центральная зона я, в принципе, все комментарии сказал Я бы пока еще есть время бы поделал Опять же, тут почему-то вдруг возникают вот эти вот Вдруг откуда не возьмись, да Маленький комарик, да Почему вдруг откуда не возьмись возникает вот эта вот тема Типа давайте сделаем декор То есть с чего она, почему, почему она дальше там не идет, например То есть просто декор сделаем Где он еще повторяется Может быть у вас на полу бы эта лестница как-то была Или еще где-то То есть где эта идея еще повторяется Вот из-за того, что нет какой-то цельной идеи, да Как бы целой истории То есть может быть вот эта штука, она бы использовалась Например, в том же санузле Почему у вас в санузле гладко Либо еще где-то То есть если вы используете какой-то паттерн Можно же его использовать центрально везде, не обязательно его использовать на какой-то только одной части. Хороший интерьер, хорошая идея строится вокруг целостной картины, когда у вас получается некая трансляция какого-то образа, либо одной истории, начиная от входа и заканчивая под все остальные зоны. То есть где-то какая-то идея применена. Именно то, как строить интерьер, как сделать идею, как применять идеи, мы рассказываем на нашем курсе по дизайну. Если хотите научиться делать проекты, комментировать их правильно, либо делать для себя, либо вы себе квартиру делаете, приходите на наш онлайн-курс, где я лично с вами поработаю, дам вам личный комментарий, обратную связь. Вы сами станете дизайнером и сможете делать такие проекты самостоятельно, либо станете квалифицированным заказчиком и сможете их заказывать. Ну а тем, кто хочет детально ознакомиться с материалами, я выпустил книгу, называется «Энциклопедия дизайна и комплектации», в которой 500 страниц и где разобрано абсолютно все, что нужно знать для того, чтобы качественно и правильно сделать комплектацию, то есть реализовать тот проект, который мы видим. Ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии обязательно, свое мнение о разборе, понравилось, что понравилось, что не понравилось, делитесь этим видео с друзьями, чем будет больше комментариев, тем лучше, потому что система увидит, что тема интересная и я смогу продолжить. Поэтому жду вас и присылайте свои работы, комментирую дизайн-проекты, планировки, макетинговые материалы, сайты ваших друзей, коллег и ваши личные. Присылайте наши работы на нашу почту и будем разбирать по мере поступления. На этом сегодня все, с вами был Станислав Орехов, до связи, увидимся!